Нужно ли родителям просить прощения у своих маленьких детей, если незаслуженно их обидели? Врос интересный, потому что такие ситуации встречаются время от времени в любой семье, и надо сказать, что частенько бывает так, что дети становятся центральными фигурами в семьях. Даже вот смотришь церковные записки, как пишут. Сначала детей пишут, потом маму, в конце напишут имя папы. Но не всегда, конечно, но частенько бывает и так тоже. Но все же каждый член семьи должен быть на своем месте. Так будет идеально. Так задумал Господь, что была иерархия в наших семьях. И так, чтобы все же папа был главным, мама была под началом папы. А дети, видя, как мама слушается папу, как она его любит, как она боится его расстроить, они бы тоже учились слушаться, учились послушанию. Ну вот бывает так, что где-то папа или мама бывают, может быть, слишком эмоциональными, могут ошибаться. Надо ли просить прощения у детей? Конечно, если дети взрослые, то в некоторых случаях и можно просить прощения. Потому что мы, бывает, обижаемы, незаслуженно, мы нуждаемся в том, чтобы примириться с детьми, если вдруг возник какой-то конфликт. И мы в этом, очевидно, имели свои ошибки. Но все же, когда речь идет о маленьких детях, то не нужно слишком усердствовать в том, чтобы просить у них прощения. Потому что, если они будут думать, что папа или мама неправы, один раз неправы, второй раз неправы, десять раз неправы, у них появляется своя гордыня. Сначала она маленькая, потому что дети маленькие. Потом, знаете, как говорят, маленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – уже другие бедки. И гордыня там уже другая совсем. Поэтому увлекаться тем, чтобы просить прощения у маленьких детей – это не педагогично все же. Потому что это разрушает авторитет родителей. Папа и мама должны быть правы всегда. Если папа сказал, значит он прав. Мама сказала – это авторитетно. Мама сказала так. Пусть дети учатся послушанию, терпению и смирению. С измысленным. Поэтому все нужно делать с рассуждением. Как мы и читаем в книге «Причь». Храни взрывомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Храни взрывомыслие и усилия. Продолжение следует...